Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях и жизни Гайского округа за прошедшие 7 дней. Вы узнаете прямо сейчас. В распоряжении редакции гай.рф оказалось видео, снятое очевидцами возле автовокзала в Гае. На нем запечатлен мужчина, который несет в руке предмет, похожий на нож. За несколько минут до этого он якобы порезал им другого мужчину. 103, молодой человек. Закрой дверь, другая. Здесь, 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 здесь. Девушка, город Гай, тут на вокзале, молодой человек с ножом ходит, режет людей. Вы человек? Все, звоните, звоните. Или бил, или резал, я не знаю. Город Гай, Римбурт-Клозов. Да я не знаю, какой тут вокзал. Скажите, какой тут адрес, Гай, я пойму. Вокзал, вокзал. Новый вокзал. Нет, тут нет ЖД вокзала. Автовокзал, скажите. Автовокзал, просто автовокзал. Быстрее пусть вызывают, а мужик в крови уже лежит. Да, он лежит в крови, все, честно. А он ушел куда-то. По факту случившегося проводится проверка. Официальных комментариев пока нет. Автодорожный путепровод в Гай, соединяющий Орское шоссе и технологический проезд отремонтируют. Речь идет не о капитальном ремонте, а о текущем. Сейчас на портале госзакупок подыскивают подрядчика, готового за 2 миллиона 302 тысячи 529 рублей 41 копейку, обновить дорожное покрытие и покрытие пешеходных дорожек. Срок до 1 августа желающие могут подавать свои заявки на выполнение работ. Заказчиком выступает отдел ЖКХ и КС администрации округа. Напомним о необходимости проведения ремонтных работ на мосту журналисты заговорили в конце 2019 года. Тема стала актуальной после внезапного обрушения путепровода в Оренбурге. Тогда глава администрации рассказал, что только на создание проекта ремонта требуется порядка 5 миллионов рублей. Еще 80 миллионов на ремонт. Разумеется, такой суммы в местном бюджете не оказалось. Мост с 2014 года стоит на балансе муниципалитета. Его безвозмездно передала одна из промышленных организаций города. Мост требует ремонта. Для того, чтобы его отремонтировать, надо сделать проект. Ну и, соответственно, постараться найти деньги на его ремонт. На проектную документацию необходима сумма, наверное, где-то более 5 миллионов. И на сам ремонт по ценам 2016 года это порядка 80 миллионов было. С момента той встречи с журналистами прошло несколько лет. За этот период местные чиновники позаботились о том, чтобы запретить движение по мосту автомобилям с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. В 2021 году состоянием моста в Гай заинтересовалась транспортная прокуратура. Тогда за ненадлежащее состояние сооружения отдел ЖКХ и КС администрации Гайского округа оштрафовали на 100 тысяч рублей. На пресс-конференции по итогам того же 2021 года журналисты вновь спросили Олега Папунина о перспективах ремонта путепровода. Если вы заметили, мы по мосту уже отработали. На мосту поменены светильники. Мы написали письмо на губернатора с просьбой выделить финансы на проектные работы. И написали письмо на министра. Надеемся на положительное решение и рассчитываем, что в следующем году начнем проектирование вот именно то, что необходимо сделать по данному мосту. Ну и, соответственно, после того, как проект будет реконструкции готов, значит, будем этот мост восстанавливать. Если помните, мы с обоих сторон подходы к мосту заасфальтировали год назад. И с той, и с этой стороны сегодня, конечно, нужна проектная документация. Мы работаем в этом направлении. Отметим, что помимо легковушек по Гайскому мосту ежедневно курсируют служебные автобусы, перевозящие работников местных предприятий. Замена дорожного покрытия на путепроводе – дело нужное, но недостаточное для полной безопасности людей. В Гайский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы. Она требует компенсации за моральный вред и затраты на лечение. В декабре 2022 года на нее наехала машина. Женщина получила телесные повреждения средней степени тяжести. Здоровье пострадавшей до сих пор не восстановилось, поэтому она просит взыскать с водителя легковушки 500 тысяч рублей за причиненный моральный вред и еще 10 тысяч за расходы на лекарства. Иск принят к производству. Назначено судебное заседание. Часть улицы Декабристов в Гае будет временно перекрыта. Это необходимо для завершения ремонта на теплотрассе. Речь идет об участке от дублера проспекта Победы до безымянного переулка, в том числе с закрытием выездов со дворов. Поскольку предстоит перемещение труб и работа длинномеров, интенсивное движение по дороге может привести к авариям. Передвижение пешеходов в почетной стороне улицы Декабристов также будет запрещено. На время перекрытия движения на проезжей части и тротуаре будут установлены блоки, щиты и дорожные знаки. О сроках и схеме объезда мы сообщим дополнительно. Центр досуга в деревне Ишкинина Гайского городского округа – место, где с большим удовольствием проводят время взрослые и дети. Клуб досуга в деревне Ишкинина – это единственное место, где люди могут отдохнуть, провести свой досуг. В основном на летних каникулах ходят дети. У нас в клубе существует несколько формирований, 12 формирований. Вокальная группа есть у нас, башкирская национальная «Яйгор». Люди ходят, отдыхают, играют. В клубе есть все условия – тренажеры, бильярд, шашки, шахматы. Запущенность прилегающей к клубу территории беспокоила местных жителей. Ветхий забор, подтопляемость талыми водами, отсутствие ухоженных клумб портили общее впечатление от досугового центра. А потому у жителей Ишкиновки давно появилась общая мечта – привести его в надлежащий вид. В прошлом году ишкиновцы приложили необходимые усилия для того, чтобы мечта стала реальностью. В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» жители деревни Ишкинина решили проголосовать за ремонт центра досуга. На реализацию этого проекта нужна сумма 993 тысячи рублей. Реализовать планы населению Ишкиновки хотелось уже в 2023 году. Победа в конкурсном отборе открыла перед ними эту возможность. Накануне в рамках программы «Инициативное бюджетирование» стартовало благоустройство территории Ишкининского центра досуга. В ходе него возле клуба будут заасфальтированы дорожки, площадка, отмостки здания. Распланированы клумбы, появится новое металлическое ограждение. На территории Гайского городского округа компания «Оренбург Коммунэлектросеть» ведет реконструкцию высоковольтной линии от подстанции, расположенной на территории Гайского ГОКа, до подстанции второй подъем хозяйственно-питьевого водовода. Уже установлены железобетонные и металлические опоры. Гарантийный срок эксплуатации новой высоковольтной линии составит порядка 25 лет. После завершения строительства старая линия будет ликвидирована. Гайский городской суд рассмотрел гражданский иск профессионального спортсмена к хоккейной академии из Московской области. В августе 2022 года хоккеист заключил контракт. До апреля текущего года он должен был играть за свой клуб в молодежной хоккейной лиге. Парень передал работодателю свою трудовую книжку. Он приступил к должностным обязанностям, получал зарплату. В октябре 2022 года работодатель немотивированно отстранил спортсмена от работы и вернул трудовую книжку без записи о приеме на работу, устно уведомив, что он уволен. При этом приказ об увольнении не издавался, контракт не расторгался, заработная плата и другие выплаты не перечислялись. Суд встал на сторону хоккеиста, взыскав невыплаченную заработную плату, выходное пособие, компенсации за неиспользованный отпуск, задержку зарплаты, моральный вред. Всего 166 тысяч 42 рубля 25 копеек. На сегодняшний день решение не вступило в законную силу. В ГАИ на базе Центра социального обслуживания работает прокат предметов первой необходимости для ухода и воспитания детей до трех лет. Здесь малообеспеченные и нуждающиеся семьи могут взять на время что-то нужное для своего малыша. На данный момент в прокат доступны коляски, детская кроватка, ванночки для купания, пеленальная доска, стул для кормления, ходунки, санки и многое другое. Дополнительную информацию можно получить по телефону 835-362-405-45 или по адресу ГАИ, улица Ленина, дом 44. Гайским городским судом рассмотрено гражданское дело по искужительницы Московской области о возмещении ущерба, причиненного преступлением и компенсации морального вреда. Установлено, что в отношении ответчицы гайчанки средних лет вынесен приговор за кражу щенка породы «Американские були» стоимостью 150 тысяч рублей, щенка породы «Чихуахуа» стоимостью 20 тысяч рублей, нескольких бутылок вина и золотых украшений. Всего на общую сумму 259 тысяч 978 рублей. Руководствуясь положениями гражданского кодекса, суд удовлетворил исковые требования и взыскался ответчицы в пользу москвички с учетом ранее возмещенного ущерба 255 тысяч 825 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч. На сегодняшний день решение не вступило в законную силу. 27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей и жертв вооруженного конфликта в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года. Жители Гая присоединились ко всероссийской акции на базе Центра народного творчества. Память детей почтили минуты молчания и зажгли свечи. В Гая судили очень дерзкого водителя. Начнем с того, что ранее мужчину пять раз привлекали к уголовной ответственности за пьянство за рулем. В декабре 2022 года он снова, даже не имея водительского удостоверения, сел за руль пьяным и попался полицейским. Решением суда мужчина приговорен к двум годам лишения свободы и пяти годам лишения водительских прав. В связи с тем, что виновный не явился на заключительное заседание, он объявлен в розыск. Гайский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста управления снабжения ПАО «Гайский ГОК», который обвинялся в коммерческом подкупе. Судом установлено, что в период с 2017 по 2022 год он незаконно получил более пяти миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за содействие в пролонгации ранее заключенных договоров. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с тем, что обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием. Свою вину подсудимый признал полностью и раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно, со штрафом в три миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу. Сотрудники Гайской межрайонной прокуратуры нашли в интернете несколько страниц, где содержалась информация об обналичивании денег, если точнее, инструкции по совершению сделок и составлению фиктивных документов. Посчитав данную информацию запрещенной, суд поддержал позицию ведомства и принял решение заблокировать сайты. В Гайе на территории торгового комплекса «Гайский рынок» открылся новый магазин инженерной сантехники «Дивертор». Теперь, чтобы приобрести нужный товар для дома и дачи, гайчанам не придется ездить в другие города. Ведь ассортименту «Дивертора» позавидует любой сетевой магазин. Инженерная сантехника – это важная часть системы коммуникации, поэтому для полного комфорта владельцев жилья все оборудование до самой маленькой детали должно быть качественным. Магазин «Дивертор» – это широкий выбор изделий для уборных и ванных комнат. Раковины, мойки, умывальники, унитазы, ванны, душевые кабины, смесители, краны и многое-многое другое. Например, метизы и замочно-скобяные изделия. Весь ассортимент товаров имеет необходимые сертификаты и отвечает высоким стандартам качества. А то, что не найдется на полках «Дивертора», можно легко заказать. Для удобства гайчан в «Диверторе» по принципу «Индивидуальный подход» к каждому клиенту работают продавцы-консультанты, которые обязательно помогут с выбором, предложат оптимальный вариант, ответят на возникшие вопросы. Также в магазине действует программа лояльности. При первой покупке вы становитесь участником гибкой системы скидок. Накануне ежегодного большого отключения горячей воды именно в «Диверторе» вы сможете подобрать для семьи водонагревательное оборудование от проверенных производителей. Позаботьтесь о своем благополучии сейчас, чтобы потом не греть воду в кастрюлях и тазиках. Магазин инженерной сантехники «Дивертор» Гай, улица Урска, 111Б, территория торгового комплекса «Гайский рынок». Режим работы ежедневно с 9 до 20 часов. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Всего доброго. До новых встреч.